Алексей Котков с самого рождения прикован к инвалидной коляске. Живет он в девятиэтажном доме. Каждый выход на улицу превращается в испытание. По словам его мамы, в их доме есть рельсовый пандус. Но его наклон слишком крутой для этой коляски. Строительство удобного спуска жизненно необходимо. Глава принимает решение сразу. Мамцы, что вы сказали, я думаю, что мы в ближайшее время, даже я сейчас напряжу всех до Нового года, сделать там нормальный пандус. И не вот такой. Очень было бы, хорошо такой подарок. Помощи попросили из жителей села Супсех. На одной из улиц нет дорожного покрытия. Осенью и зимой грунт размывает, появляются глубокие лужи и грязь. Юрий Федорович, что нам только уже не обещали, как только не обещали, господи не там, дорога в розыске. Дурение у нас на арене, вот так вот, с горостью разом. Да, да, да. Участок улицы непростой. Из-за склона покрытие вымывается во время дождей. Юрий Поляков заверил, дорога в селе Супсех будет закатана щебнем в первом квартале следующего года. Сейчас на улице есть недостроенные дома, которым подвозят строительные материалы на большегрузах. Ну, вы же поймите меня, как я могу положить асфальт. Завтра он здесь, а начнет миксерами возить, он меня разобьет весь асфальт. Кронирование деревьев на улице Краснозелёных – просьба жителей целого дома. Четыре года назад фасад здания был отремонтирован. Сделали новую кровлю. Однако разросшиеся платаны ветками портят крышу, а листья забивают водостоки. Просто жалко, люди деньги такие платили. Вот я платила за фасад 20 тысяч с трёхкомнатной квартирой и три за кровлю. Вообще задача поставлена не только Краснозелёных и Горького. А с 13-го года? Ну, с 13-го я не знаю, я говорю о заслуженных. Нет, там положили всё, там есть канал. Да, поэтому будут кранировать. В этот день приём граждан вели все заместители главы. Каждый из них отвечал на вопросы по своему направлению. Больше всего посетителей записалось к первому вице-мэру. Сергей Петров курирует вопросы капитального строительства, муниципального контроля санаторно-курортного комплекса и туризма, архитектуры и градостроительной деятельности. Сегодня здесь произошло много позитивных изменений. Анапчане благодарили и получали консультации по интересующим вопросам. А вот одна из самых распространённых проблем – покупка недвижимости без оформления всех необходимых документов. Недобросовестные застройщики только на словах обещают провести коммуникации, но в итоге пропадают без следа. Я не знаю, я даже не могу вам сказать, как мы это покупали, но, видимо, с закрытыми глазами. Когда мы получили документы на дом, там оказалось, что у нас не дом, а у нас помещение почему-то. Но как бы вот опять-таки нас как-то бы всё остановило. Но в нашем договоре было, что у нас будет газ, что у нас будет свет. Лучшее решение – внимательно изучать документы перед сделкой. Низкая цена должна не привлекать, а напротив – насторожить потенциального покупателя недвижимости. Должны были быть технические условия у застройщика. Он должен был их выполнить, получить справку о выполнении, и был бы газ. Но так как он, я так понимаю, даже подводящих сетей к вашему дому нет? Нет. Нет. Значит, он не получал, скорее всего, технические условия. За день на приёме граждан у главы и его заместителей побывало около ста человек. Все они в обязательном порядке получат ответы на свои вопросы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Игригорьев. Анапа. Регион.